Здравствуйте! Сегодня рассмотрим написание кимедографической музыки на примере моего трека. Детально рассмотрим каждую дорожку, как она сводилась, как она писалась, из чего это всё состоит. Для начала надо трек послушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тоже идет первая часть из четырех квадратов вторая часть ну тоже самое потом это же опять часть ее развития потом все вот эти три части повторяются за основу скрипок У нас идёт библиотека Science Trinscore, очень качественная, ну вот именно ритм-партия в миксе, в принципе, звучит очень хорошо, вместе с ревибератором, с окулизацией. Вот, чтобы сразу это звучало более-менее, сразу откроем дорожку фейдера, то есть вот здесь вот видно, она просматривается. То есть вот эта часть, подходящая по 34-ю вот эту цифру, у нас это идёт как бы вступление, то есть идёт нарастание, нарастание, и вот здесь уже идёт финальная часть, которая повторяется с развитой темой, с хорами, со скрипками, с аванчелями, с эффектами, вот, и поэтому я сразу включу уже верхний регистр этой же библиотеки. Так, сейчас этот эффект куда-нибудь, не знаю, сюда перекинем, сюда. Вот, и всё, как будто это идёт уже финальная часть. То есть, вон, видите, у нас состоит скрипки, скрипки вторые, нет, это альты, виолончели бас, то есть... У меня просто сейчас доступа нет к клавиатуре. Сейчас, секунду. Вот, то есть... Есть как и нижний регистр, так и верхний, на самом деле очень удобно. Вот, к примеру, нижний у нас идёт регистр. Вот тоже средний пошёл, и переходит в верхний. Вот так вот. Так, сейчас это надо тоже убрать пока. Ну вот, в принципе... Так, сюда. Вот, в принципе, вот эта вступительная часть. То есть, у нас есть бас и ритм скрипки. Они как бы задают уже нам тему. Следующий звук, это у нас идёт рояль. Он как бы подстраивается под звук баса. То есть, ноты те же самые. Сейчас включим его. Вот, всё, уже началась динамика. То есть, мы слышим уже отчётливо бас. Вот. И за счёт чего получаем вот такой звук. Вот здесь уже вступает у нас и рванчель. До самого конца трека. Ну, мы сейчас её будем отдельно рассматривать. Вот. Теперь рассмотрим отдельно. Значит, смотрим на микшер. То есть, бас у нас ничем не эквализируется, ничем не обрабатывается. Сейчас отдельно рассмотрим скрипку. То есть, вот она без обработки. Не, лучше так. В один. Даже без этой, без фейдера. То есть, звук вообще не обработанный. Просто сухой. Начнём с эквавайзера. То есть, в эквавайзере я обычно повышаю только верхнее, чтобы звучало чище. Ну, примерно так вот, на 3. Можно, конечно, так поднять, но не для этого трека. И добавляем ревербератор от компании «Лексикон». То есть, звучит уже как будто как в зале. Здесь я выбираю большой холл. И, ну, микс где-то на 41, можно на 31. Ну, в среднем так, на слух, чтобы звук не утонул. То есть, звучит уже чище. Рояль тоже я ничем не обрабатываю. Ну, на самом деле, я это редко делаю. Иногда добавляю ревербератор. Вот, или тоже повышаю где-то в районе 10 кГц. Но здесь, как бы, нам это не нужно. Здесь рояль звучит и так хорошо. То есть, она, как бы, создаёт тот басовый звук, который нам нужен. Вот, слышите, всё, уже как бы трек идёт. То есть, уже есть какая-то основа. Следующий инструмент – это у нас виолончели. Просто многие спрашивают, почему, допустим, ну, трек звучит там нединамично или, ну, как-то некачественно. То есть, здесь, на самом деле, всё дело в том, какие звуки вы будете подбирать. Просто, например, вот эта виолончели. Она звучит как-то вот так вот, прям, вот, глубоко. То есть, добавляет динамику звуку. То есть, вот, например, мы сейчас включим всё вместе. Вот, трек подходит к этому квадрату и вступает виолончели. Вот, слышите, да, как она звучит? То есть, я думаю, другую, если виолончели ставить, звук такого бы не было. Она как будто показывает какую-то историю трека этого. Что-то вот нам рассказывает. Она тянет его за собой. Потом вступает хор, соло, скрипка, и мы уже слышим более динамичную музыку. Уже тема раскрывается с другой стороны. И поэтому звук, ну, там, конечно, сейчас я покажу, как всё это обрабатывалось, и звук начинает звучать чище, красивее, динамичнее, глубже. Ну, в основу здесь тоже поднятие высоким. Сейчас мы отдельно послушаем. Ну, здесь чуть-чуть высоких, чтобы было слышно воздух, да? И я здесь чуть-чуть понизил в районе 210 Гц, чтобы не так сильно фонил звук. Ну, естественно, опять же, лексиконом в пределах 34%. Ну, тоже на глаз так делается. Можно 50, но звук утонет. Можно на 100, но это как бы уже не то. В принципе, в сведении такой музыки нет ничего сложного. Просто многие уделяют этому настолько много времени, что трек просто либо тонет в ревербераторе, либо теряется в эквалайзере, либо кто-то ещё это компрессирует, там, не знаю, лимитирует, и просто получается, я не знаю, там, звучат одни барабаны и где-то вдалеке скрипки под очень сильно сжатым звуком. Всё это просто звучит очень ужасно. Так, этот саб-звук, сейчас мы опять перенесём его вот сюда. Он просто мешается. Ну вот, в принципе, даже уже на этих четырёх дорожках уже трек звучит. То есть, в принципе, можно даже было дальше ничего не добавлять. Уже есть трек готовый, можно сказать так, из четырёх дорожек. Но продолжим. Здесь у нас дальше соло-скрипка. Сейчас будем всё вместе слушать. Примерно вот отсюда. Сразу сейчас я включу вам фейдер, чтобы было более уже понятно. и вот соло-скрипка ведёт свою тему. И в сочетании с виолончели уже звучит так прям вот глобально. То есть, динамика уже появляется достаточно. Здесь повышается звук вот в этой части. Ресет. Ой, это уже пошла финальная часть. Так, рассмотрим скрипку отдельно. Скрипка у нас компании Istvest. Вот, библиотека. Вот. Три вида скрипок. Ну, это я так понимаю, мне честно не знаю, что это букву значит. Вот, три вида скрипок. И это у нас скрипки мурал. Скрипки номер два. Сейчас вам покажу библиотеку эту. Вот она. Вот мурал. Скрипки два. Индивидуальная. Ну, вот легата. Вот это она и есть. То есть. Ну, звук такой, в принципе, очень красивый и качественный. Обработка здесь, в принципе, та же самая. Ну, здесь я немножко... Сейчас мы включим. Здесь я понизил, потому что скрипка немножко звенела. То есть, рябила в ушах. То есть, как бы... Высокий здесь не стал поднимать, потому что и так звучит очень хорошо. Ревербератор тот же, тот же холл. Те же 47-41. Ну, да, примерно процентов микса. Вот слушать, как она дозвучит отдельно. Тоже, да, в сведении нет ничего сложного. Эквализация легкая. Легкий ревербератор холла концертного. Ну, у нас большой холл здесь. Следующий у нас... Не знаю, с чего начать. Давайте начнем с хора, потому что удар нужен у нас к финальной части. И хор детский тоже к финальной части. Вот у нас есть трубы. И начнем с хора. Ну, вы можете добавлять и сначала трубы. Я просто не помню, что я сам добавлял. Наверное, трубы, скорее всего. Нет, хор. Давайте начнем с хора. И сразу фейдер хора добавим. Так, и слушаем отдельно хор. Сейчас включим его. А не тот хор. Хор тоже от Estvesta. Тоже сейчас вам покажут библиотеку. Вот хор симфонический. То есть, вот все хоры и просто выделили, добавили, открыли на все каналы и вперед. Хоры я эквализировал. Вот смотрите, слушайте. Чуть-чуть высоких добавил, чтобы он немного выделялся на фоне микса. Ну, тоже, как бы, нет четкого определения, насколько поднимать. Я просто поднимаю на слух. Просто слышу, сколько мне нужно высоких в этом хоре. Я поднимаю. Так, давайте теперь послушаем это в миксе. То есть, хор здесь, ну, можно сказать, как и Скрипкс и Ванчелли, ведет свою линию. То есть, уже просто, грубо говоря, так как готов. Ну, и здесь в конце хора тоже я вот эту часть добавил сюда. Вот у нас уже саббас нечаянно тут включился. Ну, вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Просто всего лишь шесть дорожек, и трек уже, ну, посчитай, готов. Без ударных там, да, без еще детского хора. Потому что, смотрите, у нас остались только трубы и эффекты. А, ну и детские хоры ударные. Все, трек готов. Ну, какие-то вот здесь вот саббасовские звуки, которые просто чуть-чуть динамики прибавляют, и все. Бас, рояль. Ну, это вот самые такие главные инструменты для основного баса. Резанскрипки для мелодии. Виалончель с миксом соло-скрипки. Звучит просто, ну, не знаю, великолепно. Хор добавляет сюда, уже просто, ну, свою динамику, свою атмосферу. Детский хор, ну, здесь как бы без комментариев. Сейчас мы, когда до него дойдем, вы послушаете. Так, все, теперь мы добавляем трубы. Трубы тоже у нас в компании СТВЕСТ. Не знаю, теперь стал пользоваться все СТВЕСТом. Ну, именно скрипки, соло, хоры, трубы. Раньше никогда не дооценил эту фирму, но как-то в последнее время очень сильно понравились они. В миксе звучит идеально. Так, трубом сразу включаем модуляцию. Так, и громкость. Нет, а, да, и громкость. Сразу для тех, кто не в курсе. Сейчас, трубы. Вот это колесо модуляции, оно у нас управляет трубой. Вот это, например, как в... Сейчас не получится так. Как в Бэтмене. Как-то так. Колесо модуляции у нас добавляется путем Browse Parameters. И здесь просто ищем вниз вот так вот. Миди-канал 1. Модуляция вот она у нас. Ну, и просто потом ее автоматизируем и все. Ничего сложного в этом нет. Для тех, кто хочет автоматизировать какие-то там другие клавиши, просто вот Миди-автоматик. Все-то просто, там, не знаю, С6. На это колесо и все. Потом CC6 ищите вот здесь вот. Ой. Здесь в параметрах. CC6 и все. И потом крутите этот анализ. Ну, короче, можно все автоматизировать. Ну, вот сейчас пока не об этом. Вот у нас мы добавили трубы. Так. Сейчас посмотрим в микшере. Трубы у нас, я не стал их эквализировать. Они идеально звучат. То же самое. Тот же холл большой. Тот же лексикон. Ну, здесь чуть поменьше процентности. Чтобы они сильно прям не тонули. Все, давайте прослушаемся это в миксе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок То есть, бас, рояль, скрипки, верхний регистр, а виланч или скрипка, хор. Вот хор, то есть трубы. Вот. То есть, вот вы слышите, да, всего лишь тут 5-6-7 инструментов, но уже какой микс красивый получается. Так, с чего можно начать? Ну, давайте сразу рассмотрим вот этот эффект. Эффект. Эффект у нас это библиотека RisenHit. RisenHit. Тоже она, короче, от этого, от контакта, от натива. Вот. Очень хорошая библиотека. Сейчас вам покажу ее. Потом можете скачать тоже вместе со скрипками. Вот она. Отличная просто библиотека для оркестровой музыки. Самое то. И здесь и сабы есть, и вот эти оркестровые эффекты, и всякие электронные, не знаю, короче, для разного стиля музыки подойдет. Здесь просто я чуть-чуть делаю. Я делаю всегда, использую вот этот фурти делай банк. Вот. Очень нравится мне он. Всякие здесь разные комбинации есть. Можете протестировать. Так. Сразу включим тогда все вот эти вступительные эффекты. Этот эффект я еще создавал, когда писал музыку к фильму. Вот этот эффект есть там в треках. Правда, не помню, как его создавал. Сейчас, подождите, послушаем еще раз. А, я вспомнил. Я, короче, скачал вспышку, ну, звук вспышки в интернете. Как ты ее обработал, реверснул ее, там, что-то покопался дилейми, и получился такой вот звук. Ну, и вступление, он звучит так. Такая, свою атмосферу дает. Ну, это у нас мастер. В конце здесь у нас в ноль уходит. Ну, не в ноль, то есть, заканчивается дорожка. Сразу сейчас включим вот эти тихие саббасы. Сейчас, правда, не помню, что это за библиотека. Давно ее скачивал, но это, короче, атмосферные звуки всякие для контакта. Там всякие звуки есть у роботов, какие-то там космические, то есть, звуков полно. Ну, вотсап у них тоже очень хороший. Вот. То есть, этот звук у нас будет давать акцент на каждые 4 квадрата. Вот он тоже здесь. Сюда перенесем. А, вон, с ударными у нас включился. Тогда, не знаю, перенесем его куда-нибудь сюда, пониже. Вот тоже сабб. Вот, прослушаем теперь с ним. Вот, у нас... А, нет. Наверное, сюда все-таки акцент. Или они сбились, я сейчас не помню. Ну, они, возможно, забились, потому что я их переставлял. Вот. Ну, это сейчас не особо так важно. Теперь давайте рассмотрим... Давайте с ударных начнем. Сразу включу все эти эффекты. Обратно. Этот эффект, это тоже из этой, из библиотеки район, райзен хитс. Вот он. Просто... Просто я его сделал вов, чтобы удобнее было накладывать звук на звук. Например, у нас есть миди с этим эффектом. И нам надо сделать такой же эффект, только вот здесь, наполовине. Когда он будет проигрываться, вот здесь вот. То есть, например, эффект проходит, а мне надо этот же эффект только отсюда. И он просто не проигрывает второй паттерн, потому что еще этот паттерн не закончился. Для этого пришлось создавать такую вов-дорожку с ним. Так, давайте прослушаем теперь ударные. Ну, в ударных я чуть-чуть приподнял высокие на 3 децибел, как вы видите. Ну, честно сказать, ударные не очень, конечно, прям звучат так динамично, но все же подходит под эту партию. Фирма 8 Дио, гибрид ритмикс. Или, ну, дарит, а, ританс. Тут здесь разные есть вариации. Можно, не знаю, там, вот такие вот звуки. В принципе, вот для таких треков это идеальная библиотека. Может, подберете все всякие звуки в ней. Так, и у нас остался только детский хор. Только детский хор остался. И вам я еще покажу вот этот вот сап или этот, нет. Какой-то здесь еще, короче, и сап. А, все, вспомнил. Где-то вот здесь он. Вот это, да. Так, теперь переходим к детскому хору. Слушаемся к детскому хору. А, сейчас. Сейчас. Детский хор у нас с этого омнисфера. Сейчас я покажу. Вот, это у нас омнисфера. Находится это в Human Voices. Вот так называется присяд. Очень красивый и очень качественный вокал детский. Вот, звучат снизу эффекты. Вот этот сап, он сейчас является сам в конце. Это сап тоже с амнисферой. Вот, сап с амнисферой. То есть он звучит у нас следующим образом. Нет, сейчас. Вот так вот он звучит. Ну, как я его нашел, я просто, короче, вот здесь в поиске. Так, сейчас. Вот здесь вот. Просто вот так вот и вел. Просто сап бас и все. И вот он нашел сап бас. И тут разные звуки есть. Ну, можете для себя тоже что-нибудь здесь найти такое. Ну вот, и что у нас получается? Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять инструментов, которые в миксе у нас создают вот такой вот трек. Всего лишь девять инструментов. Никакой компрессии, никаких лишних звуков, никаких каких-то там противных скрипок, никаких сухих роялей, которые используют в поп-мьюзике. в поп-музыке. То есть никаких каких-то там некачественных хоров, никаких некрасивых труб. Всего лишь девять инструментов, которые создают вот такой вот трек. еще раз напомню, это бас-скрипка здесь. Здесь, кстати, есть разные вариации, то есть, например... Библиотека, кстати, недавно вышла. Ну вот всякие вот такие вот есть. Вступление к трейлеру какому-нибудь в кинотеатре. Columbia Pictures представляет. Ну так быстро играется, и все, и поехали там. Потом ритм-скрипочки, потом бас, и все. И какие-нибудь там, не знаю, железный человек начал с какой-нибудь. Вот. Ну здесь можете сами посмотреть, покопаться. Библиотека недавно вышла. Ну, я бы оценил бы день так на четверочку, потому что здесь можно использовать только какие-нибудь вот такие вот звуки вот. Ну, то есть, они у нас... Сейчас, секунду. Например, сейчас сюда перейдем. Вот, откроем. Вот, да, и можно играть всякими там аккордами. Ну, или вот, например, так. Ну, и так далее. Можно, не знаю, перевести ее через Одессуну вавки, потом нарезать, там, я не знаю, наважить эффектов, реверс делать, да все, что угодно. Все, что в голову придет, то и сделать. Так, значит, первый у нас бас. Это у нас что? Скрипки у нас East-West. Вот они, East-West. Ритм-скрипки у нас синие стринг-кор. Это сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит библиотека. Это пресет в мультиинструментах. Называется, вот он, Full Unison Articulation, 15-й. Здесь можно... Вот здесь есть скрипки, Via, Vanchelli, Alta, все, в Легато. Вот, добавляйте потом педали. 64-м. Ну, вот так вот, имею в виду. Потом сустейн-педаль просто добавляйте, так как почему-то педаль в MFL-е вот с ноги не работает. Ну, не работает только для скрипок. В кубе работает. В кубе есть, то есть. Тут нет, только на рояле. Рояль у нас такая, тоже от Nativa. Вот. Это мы сейчас просто пробегаемся по звукам. Ryzen Hit тоже от Contact на Тиловского. Solo скрипки я вам уже рассказывал. Мурал. Ну, можете сабли послушать, тоже интересные. Там есть звуки всякие, для себя можете найти. Виолончель у нас такая. Очень такой массивный звук. Прям живой. Ударные. Это 8D у нас. Хор. Хор у меня сфера. Ну, то есть, вот 9 инструментов, которые в миксе и в сведении. Просто фишка в том, что 2, например, инструмента сводишь, и получается уже другой звук. Здесь всё-таки надо плясать от того, то, что какое качество идёт изначально инструментов. Можно из трёх инструментов сделать. Такой звук, который будет звучать, как будто там, не знаю, весь оркестр играет. И человек будет ломать голову, как он это написал. То есть, на самом деле, в этом нет ничего сложного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в принципе все не знаю можно показать еще мастерник от этого трека давай сейчас мы уберем то есть сейчас во вторых технологии тоже то есть вот так звучит чуть почти почище стало звучать я здесь поднял немножко высокий не очень сильно потому что трек уже так звучит нормально на сведение немножко поднимаем высоких здесь это я тут убрал чистоту чтоб шумов всяких не было и добавляем озон но чуть-чуть стал чище то есть я прям кардинально стал менять потому что еще раз повторюсь чтобы ну как бы лучше все сделать уже на сведение свести хорошо красиво чтобы звучи уже в принципе звучали идеально чтобы на мастер не осталось только чуть-чуть приподнять высокие частоты где-то местами скомпрессировать ну вот как здесь то есть низкие частоты чуть-чуть скомпрессировать средние вот немножко вот эти частоты и верхние стерео ну и максимайдер ну и все опять для себя то есть к зоне я не применяю никаких пресеток все обычное и прочее холл ну обычно для мастеринга я использую такой холл очень тоже качественный то есть сейчас мы на паузе в принципе этот холл можно тоже использовать и для всяких роялей там не знаю скрипок но я заметил со временем то что для оркестровой музыки очень хорошо все таки лексик он подходит с большим холлом а вот это то можно на какие нибудь эффекты на тот же райзен хит который где-то от мотива вот его можно на такие всякие звуки кидать ну или вот на мастеринг то есть ну я думаю на этом можно закончить потому что я показал вам как создается трек показал как детально он создается как он сводится как это все звучит сколько инструментов мы использовали при написании данной музыки показал вам сведения то есть принцип сведения он как бы везде один про все зависит от жанра музыки ну в принципе и все все что хотел вам рассказать с вами был петр всего мноилучшего пишите музыку